Приветствую вас, дорогие мои друзья! С вами опять я, Татьяна Шимонова. Сегодня у нас экспресс-гадание на тему «Ваша ипостась на данный момент». Ипостась имеется в виду ваша роль, ваша сущность, скажем так. Их бывает несколько человек, ипостаси используют по жизни. Но мы будем рассматривать именно на данный момент. Так, ваша задача, друзья мои, ваша задача выбрать либо цифру 1, 2, 3, либо колоду Таро. Цифра 1 и колода Таро иллюминатов, цифра 2 и Таро 78 дверей, и цифра 3 Таро Аркану. Кто не успеет выбрать вариант, приостановите запись, а потом прослушайте результат. Ну, а я, пожалуй, начну. Итак, кто выбрал первый вариант и Таро иллюминатов? Давайте посмотрим, какая же ипостась у вас. Точнее, какие ипостаси на данный момент у вас присутствуют. То есть роли. Какие роли вы играете, какая суть вашего поведения, вашего характера на данный момент. Ну, ипостась всё-таки это, в первую очередь, роль, конечно. Итак, начнём. Основная ваша ипостась, которая видна всем, и которую вы на данный момент, в общем-то, и которой вы на данный момент пользуетесь. Итак, но это не суть, что она именно ваша. Это просто роль, которую вы себе взяли. Императрица. Интересно. Теперь давайте посмотрим, какую ипостась вы бы хотели показывать. Да, какую ипостась вы бы хотели показывать. То есть какую роль свою показывать. Или пользовать вы по жизни эту роль на данный момент. И скрытая ипостась. Скрытая от вас, о которой вы не подозреваете. Так, луна. И у нас шестёрка кубков. Как интересно. Посмотрите, мои хорошие. Вот это ваша основная роль, которой вы пользуетесь по жизни. Которую видят, которую видит ваше окружение. Это императрица. Ну, тут, по-моему, слишком даже долго и не надо объяснять. Императрица – это хозяйка. Хозяйка с большой буквы. Мать. Женщина, которая любит комфорт. И делает всё для того, чтобы добиться благополучия. Добиться благосостояния, в том числе. Как личного комфорта, так и семейного комфорта. То есть, человек, который хочет и делает всё для того, чтобы крепко стоять на собственных ногах. Управлять процессом своей жизни. Вот, друзья мои. Это та ипостась или роль, которую все видят. И которую вы транслируете. Теперь давайте посмотрим, а какую бы роль вы хотели взять на себя. В данном случае у нас шестёрочка кубков, друзья мои. Это нежное сознание. И требующее любви. И в то же время желающее отдавать любовь. Да, это семья, это дети, это любовь. И, как бы сказать, не то, чтобы нежелание там что-то, коня на скаку останавливать, бизнес сделать. А вот именно вся отдавшаяся любимому человеку, любимым делам, любимой семье, любимому дому. Вот, друзья мои. То есть, здесь абсолютно две противоположные ипостаси. Здесь уверенная, управляющая своей жизнью. А здесь наоборот. На вторых ролях, так сказать. Желание быть на вторых ролях, ролях и желание быть любимой и любящей, конечно. Что от вас скрыто? Какая ипостась скрывается? Ну, в принципе, друзья мои, Луна в данном случае, вот хочется почему-то сказать, что вот эта ипостась действительно очень сильно скрывается от вас. в такой мгле, что вам докопаться до неё практически невозможно. Да. Здесь не просто скрыто всё за туманом, в ночи, но здесь чувствуются страхи. Может быть, они подсознательные, поэтому для вас они не видны. Может быть, через сны только приходят. Понимаете? Через сон вам показывается, кто вы, скажем так. Что от вас скрывается? Какая ипостась от вас скрывается? И ещё, знаете что? Скрывается от вас, возможно, дар. Какие-то такие очень мощные способности. Может, ясновидение. То есть видеть что-то скрытое. А может быть, очень сильные творческие какие-то способности. Умение входить в транс, в изменённое состояние. И через изменённое состояние получать некую информацию. Вот как-то так мне видится. Но пока от явной чёткости этой ипостаси, конечно, нам эта карта не показывает. Она как-то пока скрывает. Пока скрыта, друзья мои. Но скрыто что-то очень-очень значимое. Очень значимое. Ну что ж. Пойду я дальше. Ко второму варианту. Кто выбрал второй вариант? И карты Таро 78 дверей. Что у вас интересненько? Что у вас? Итак, ваша основная ипостась, то бишь роль на данный момент в жизни, которую видят все и которую вы траслируете. Пятёрка Пентакли. Хорошо. А в какой ипостаси вы бы хотели быть? Карта смерти. И скрытая от вас. Вот лично от вас, аж тем более от окружающих. Ипостась. Скрытая, скрытая. Не пролябленная ещё. Ого. Туз Жезлов. Довольно интересный расклад получился, друзья мои. Вы знаете, такое ощущение, что вы траслируете себя слабой, требующей, чтобы за вами ухаживали, чтобы вас содержали, чтобы вам помогали, чтобы вами управляли. В тяжёлые моменты, особенно, как говорится, чтобы всё внимание было сконцентрировано только на вас. Да. Вот такая я слабая, беззащитная, требующая внимания пристального, требующая, чтобы всё вокруг вертелось вас, вокруг вас вертелось. Но дальше начинается интересное. По крайней мере, может, вы даже этого не совсем замечаете, но окружающие могут видеть вас именно такими. А на самом деле вы хотели бы быть совершенно другой. Карта смерти, понимаете? Обновлённой. Ну вот совершенно-совершенно другой. Какой? Ну, сложно сказать, конечно. Я думаю, может быть, даже в мыслях у вас это уже проскакивает. Может быть, благодаря вот этой роли, которой на данный момент, да, вы и хотите провести в своей жизни какие-то изменения. Или что-то изменить в своей жизни. Причём кардинально. Вот это не по мелочи, друзья мои. Не по мелочи. Это очень кардинально. Ну, в каком плане? Допустим, на данный момент вы, допустим, по работе. Такое нежное состояние, работяшечка такая, да. Где-то, может, даже на побегушках используют, позволяющая использовать себя на побегушках, такая услужливая. Вот. И, в принципе, как бы к вам снисходительно на ваши ошибки обращают. Не обращают внимания, к вам снисходительно. Как-то стараются где-то что-то помочь. Вот что-то в этом роде, да. Но, действуя вот именно так, позиционируя себя так, возможно, вы хотите в дальнейшем, допустим, организовать свой бизнес. Или занять какую-то очень престижную, лидирующую позицию. Или, допустим, выйти замуж за босса. Это как варианты. Или, допустим, в семье взять, как ваша роль в семье, вот такая слабенькая, за которой нужно глаз да глаз, которой нужно помогать, помогать, наставлять и так далее, опекать. Вот. Но, вот это не ваше, понимаете? Вам это нужно для того, чтобы потом, как говорится, сделать рывок в своей жизни и получить, ну, большой кусок пирога. Вот так, если можно выразиться. Дальше. А дальше ещё интересно, что скрыто. Ну, вот Туз Жезлов, он отчасти даже, может быть, и намекает, намекает на то, чего вы хотите. Потому что вас скрыт огромный внутренний потенциал, огромный внутренний огонь, желание, намерение. Знаете, как при землетрясении вот эта лава вырывается, вот что-то вот типа этого. Ну, может быть, вы не догадываетесь об этом. Что у вас есть действительно? Какая ипостась скрыта от вас? Ну, она есть, друзья мои. И очень-очень мощная. Ну, она может касаться не только, допустим, каких-то сердечных отношений или каких-то деловых отношений, вот, работы, бизнеса. Она вообще по жизни может. То есть, ваша креда. Вот, креда завоевать, получить, овладеть и так далее. Вот такая интересная ипостася у вас. Точнее, три ипостаси. Ладно, идём дальше. Кто выбрал третий вариант? И колоду Таро Аркану. Давайте посмотрим, что у вас за ипостаси. Что у вас за ипостаси. Так, ваша главная ипостась, которую вы транслируете своим окружающим. Ваша роль, скажем так, главная роль, которую вы позиционируете и транслируете в своё окружение. Ага. Шестёрка мечей. Так. А какая ипостаси... В какой роли, в какой ипостаси вы бы хотели жить? Хотели бы... Ну да, жить, в принципе. Какой... Быть. В какой ипостаси быть? Ну, может, пока не можете или пока не хотите. И скрытая от вас конкретно ипостась, которую вы не подозреваете и, может быть, ещё и не ощущаете. Итак, что же вы транслируете по шестёрке мечей? Что показываете? В какой роли себя? В какой ипостаси? Всё очень просто, друзья мои. Вы показываете, что вы готовы к переменам. Вы готовы к переездам, если надо. Вы готовы к смене деятельности. Вы готовы к любым изменениям, которые могут улучшать вашу жизнь. Более того, периодически вы даже подкрепляете вот свои такие намерения конкретными действиями. Что вы не любите... Не любите терпеть трудности, которые можно преодолеть или которые можно избежать. Вот. Вы решаете сложные обстоятельства на раз-два, если их можно решить, конечно. Ну, в любом случае, вы всегда находите варианты, способы и методы ухода от сложности. Вот, знаете, такой человек, который всегда во вооружии, понимаете? Всегда готов расчистить себе дорогу вперёд. Расчистить своё окружение, чтобы оно стало более удобным и комфортным для вас. Если, допустим, вам не очень комфортно жить, допустим, в какой-то местности, вы не ждёте и не терпите, вы переезжаете. То же самое, допустим, с недвижкой. То же самое может и с работой. Если вас работа перестала удовлетворять, подчёркиваю, удовлетворять какими... в каких-то параметрах, по зарплате, по руководству, вы тут же ищите себе замену. Вот как-то так, друзья мои. Такой движок вы. Какой хотите вы быть? В какой ипостасе вы хотите быть? Ну, в данном случае у нас выпал король чаши. Мягкий человек, терпеливый, в чём-то романтичный, скрытный от других. Вот здесь нежности нет, друзья мои. Романтичности тоже нет. Вот здесь всё открыто, остро, практично, и всё понятно для окружающих. А вот здесь больше бы вам хотелось быть, вот как, знаете, как теневым генералом или теневым кардиналом. Вот что-то в этом плане. Но, тем не менее, понимаете, строить, не предпринимая каких-то шагов таких, борьбы, вернее, не бороться, а чтобы другие, другие, благодаря вашему чуткому, тайному руководству, делали всё то, что вам нужно, понимаете, и как вам нужно. Ну, вот в данном случае очень хорошо подходит, допустим, муж, который решает все проблемы, но он делает то, что вы ему так невольно подсказываете, к чему вы его подталкиваете. Или руководитель, который у вас, ну, скажем так, под пятой, понимаете. Но в то же время это не видно окружающим. Вот ваше вот такое влияние на человека не видно для окружающих. Вот. И все вас считают душкой такой, все с вами советуют, откровенничают. Вот такая ипостась, почему-то мне видится, которую хотелось бы вам на данный момент. Но приходится, приходится пока вот в такой ипостаси быть. Ну, а что скрыто, друзья мои? А скрыто самое интересное. И, в общем-то, в общем-то, то, что скрыто у вас, уже формируется настоящей вашей ипостасью, которую вы транслируете, понимаете. Потому что рыцарь мечей это еще хлеще, это намного жестче, это намного острее, что ли, чем шестерка мечей. Это победитель, это воин. Вот ваша скрытая ипостась. И думаю, вполне возможно, что как раз та роль или та ипостась, которая на данный момент у вас, у вас она как подготовительная ступень к той настоящей, скрытой от вас, ипостаси по рыцарю мечей. Ну, а эта ипостась, которой бы вы хотели быть мягкой и пушистой, ну, вполне возможно, что для чего-то вам это нужно. Может быть, для каких-то целей вы преследуете именно это. Бывает такое, бывает. Не все у нас добрые и пушистые, а внутри показывающие себя пушистыми и золотистыми, а внутри бывают хорошими людьми. Вот. Вот так от меня видится, друзья мои. Ну, это воин. Это воин, который очень жестко добивается своего, жестко пробивает себе дорогу. Ну, дорогу к своей цели, своим мечтам, там, я не знаю, к чему еще. Вот. Но, тем не менее, всегда готов дать отпор, откинуть со своей дороги всех, кто мешает, убрать все препятствия и так далее. Вот такой интересный у вас получился прогноз. Ну, что ж, дорогие мои, что получилось, то получилось. Не обижайтесь, если что-то кому-то не понравилось. Тут, как говорится, не в моей воле выбирать что-либо. Ну, на этом я закругляюсь. Мне остается пожелать вам, конечно же, здоровья, удачи, благополучия. Ну, а самое главное, будьте счастливы. И до новых встреч на моем канале и моем инстаграме. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!